В гимназии номер 20 состоялась встреча юноармейских отрядов из Люберицы Дмитрова. В режиме мастер-класса школьники демонстрировали свои навыки. Тему продолжит наш корреспондент. Мы должны помнить свою историю, и только тогда у нас будет будущее. Юноармейский отряд «Беркут» сформирован на базе гимназии номер 20, 6 лет назад. Сейчас он насчитывает 60 участников. В ряды юных солдат может вступить любой школьник с 1 по 11 класс. Групп у меня нет, у меня есть одно общее слово «команда». Потому что это один общий коллектив. То есть 7 ушло, 7 должно прийти. Чувствовать должны друг друга в плечо и твердую руку товарища. Олеся Тертычная вступила в ряды юноармейцев два года назад. И уже добилась результатов. Она командир отряда. Девушка собирается продолжить военную карьеру после окончания школы. Занятие проходит более вечерное время. Мы собираемся обычно часов 5. Тогда мы строимся, обговариваем то, что у нас на ближайшее время. У нас есть отряды подрощенные, взрослые и маленькие. Маленькие, например, обычно идут разбирать автомат или готовят строевую. Мы также разбираем автомат и готовим строевую. Ребята проходят основы медико-санитарной подготовки, изучают военную теорию и историю. Сегодня военно-патриотическое объединение «Беркут» встречает гостей из Дмитрова. Юноармейский отряд «Гвардия за правду» организован в октябре 2021 года. Молодые мы стараемся, готовы учиться, принимать участие в соревнованиях и с помощью старших наставников к победе приходить. Встреча двух отрядов прошла в режиме мастер-класса. Мальчишки и девчонки демонстрировали свои навыки по сборке и разборке оружия, хождение по канату, преодолению этапа болота. Вот такие моменты, где юноармейцы работают с оружием, работают с военными дисциплинами, это, конечно, показательно и в духе сегодняшнего дня. Конечно, нам всем хотелось бы жить в мире, и чтобы никакие конфликты не тревожили наших детей. Чтобы вступить в ряды юноармейцев, необходимо принять присягу. Только после торжественной клятвы перед лицом товарищей юному солдату вручают берет. Отряд «Беркут» активно принимает участие в соревнованиях среди юноармейцев по Московской области и имеет более шести кубков. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!